— Добрый день уважаемые подписчики и гости канала. Российские фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк, которые ранее выиграли золото Олимпиады 2022 в командном турнире, в среду не вышли на тренировку, — сообщила Кристин Брэннон. Также отметила, что пара Анастасия Мишина и Александра Галямов тоже не вышла на лед. Ранее СМИ сообщили, что причиной задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде является проблема с допинг тестом российского спортсмена перед играми в Пекине. Награждение должно было пройти вчера, но было отложено. В пресс-службе МОК о причине задержки заявили, что в срочном порядке возникла ситуация, требующая юридической консультации с ИСУ Международным союзом конькобежцев. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал информацию о возникновении проблемы с допингом в российской сборной по фигурному катанию на играх в Пекине. Если это на самом деле так, то это большие неприятности для всех нас, я думаю никто такой фигней не занимается, может какая-то провокация, — сообщил Мишин. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о возникновении проблемы с допингом в российской сборной по фигурному катанию на играх в Пекине. «Этого не может быть, на нас могут кивать, но у нас все чистые», — сказала Тарасова. Сообщается, что подозрительный тест неизвестным российским фигуристам, фигуристкой был сдан перед Олимпиадой в Пекине. Если информация подтвердится, то сборную России могут лишить медали Олимпиады. Председатель тренерского совета Федерации фигурного катания России Елена Чайковская высказалась о ситуации с возможным применением допинга в российской сборной по фигурному катанию на играх в Пекине. Все российские фигуристы приехали на игры чистыми, их много раз проверяли в течение сезона. Допинг — это не наши дела, мы никогда этим не пользовались, не дай бог. Фигуристы не могут этим заниматься, у нас другой вид спорта, о допинге вообще говорить нечего, исключено. То, что они чистые, я сама могу гарантировать, никто не болел, ничего в нос даже не капал, все здоровые приехали. Меня удивляет, что начали затрагивать фигурное катание, которое никогда не попадалось на этом. Мы не знаем, зачем в нашем виде спорта допинг, зачем это, неужели чтобы мягче рука была, чтобы программа была красивее. Я поражена, что такой вопрос возник, — сообщила Чайковская. Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал информацию о сомнительной допинг-пробе российского фигуриста, которая была сдана перед стартом Олимпийских игр. — В голове не укладывается, конечно, тут что-то не так, у всех спокойно проходит церемония награждения, но только не у наших фигуристов. — Конечно, волнуемся, но паники не должно быть, давайте подождем, — сказал Авербух. — Авербух. — Авербух. — Авербух.